В течение нескольких десятилетий возрождение стихийной бедствия и осознание глобальных экологических изменений, включая изменения климата, заставили международное сообщество и политиков осознать растущую или, по крайней мере, различную уязвимость обществ и отдельных лиц. Говоря о недостаточном развитии, то оно является фактором повышения уязвимости населения. Два решения являлись возможными перед лицом этих глобальных экологических изменений. Первое – это то, что называется смягчение, которое предусматривает технические меры снижения рисков. Это, например, предел в 2 градуса Цельсия или сокращение выбросов парниколого газа. С другой стороны, возникла так называемая деадаптация, то есть трансформация общества и отдельных лиц с целью формирования устойчивости, то есть способности этих обществ соответствующим образом реагировать на изменения, справляться с этими изменениями, восстанавливаться в случае шока и продолжить свою деятельность без перебоев. Адаптация может принимать две формы. Первая – это то, что называется постепенной адаптацией. Это ряд корректировок, конкретных реакций на разовой основе, которые позволяют обществу или отдельным лицам противостоять бедствиям, кризисам, медленному давлению, например, экономического или производственного кризиса, продовольственного кризиса. Существует еще одна форма адаптации, называемой трансформационной адаптацией. Это долгосрочная адаптация, которая заключается в глубокой структурной трансформации нашего образа жизни, повседневных привычек, производственных систем, промышленных, хозяйственных систем и так далее. Эти две формы адаптации сопряжены с разными затратами. Постепенная адаптация ведет за собой технические затраты и стоимость ее высока. Рансформационная адаптация сопряжена с прямыми социальными затратами, потому что зачастую она ляжет бременем на плечи беднейших слоев населения. Таким образом, устойчивость стала международным предписанием, иной формой снижения уязвимости, потому что она тем самым, даже самое уязвимое население или общество, имеет надежду противостоять окружающим угрозам. Проблема устойчивости заключается в том, что она понимается по-разному разными участниками процесса. Для некоторых устойчивость – это воздатка исходному состоянию, иногда даже к худшей ситуации. Для других, напротив, устойчивость основана на обновлении последовательных преобразованиях и адаптации, которые позволят обществу улучшиться и стать более ответственным, более справедливым и более устойчивым. Устойчивость в таком понимании остается сегодня заманчивой целью. Ее очень сложно добиться, в этой связи вникают три вопроса. Первый вопрос – кто определяет оптимальные варианты? Кто задает оптимальное состояние для общества, для индивидуума, которому он должен стремиться? Мы касаемся здесь политической и демократической проблемы определения этого состояния, этой нормы, поскольку устойчивость является нормативной концепцией. Вторая проблема заключается в том, что устойчивость представляет собой концепцию, применимую к системе. Устойчивость компонентов системы не обязательно подразумевает устойчивость системы в целом. Иными словами, устойчивость общества не обязательно подразумевает устойчивость людей, членов этого общества. Напротив, устойчивые идеи не обязательно приводят к устойчивости общества в целом. Водникнут вопросы политического выбора, масштабов, в которых предстоит работать, на кого будет ориентироваться политика, направленная в повышение устойчивости отдельных лиц. Третья проблема – этического и политического характера, в широком смысле этого слова, затрагивающего проблему экологической справедливости. Действительно, устойчивость может быть использована некоторыми акторами весьма консервативно. Например, переложить на самых слабых и обездоленных, порой тяжелые затраты на адаптацию, управление рисками, смягчение последствий, а именно всех инструментов, которые были созданы для борьбы или сопровождения экологических изменений. Эта проблема переноса затрат и ответственности на наиболее уязвимых особенно актуальна в контексте неравного развития, поскольку именно самые слабые и обездоленные не имеют доступа к власти. Поэтому они будут страдать от последствий так называемой политики устойчивости, не имея возможности реально устойчиво участвовать в разработке политики формирования устойчивости и в контроле за ее исполнение. Устойчивость в настоящее время является одной из основных проблем общества. Это чрезвычайно перспективная область. Этот термин, даже если он несколько расплывчат, позволяет продвигать общественную, частную, национальную, международную, локальную политику. Он также сопряжен с определенными опасностями, и поэтому им следует оперировать крайне осторожно, поскольку он маскирует этические, идеологические и политические проблемы в прямом смысле этого слова, которые бросают вызов нашим обществам на национальном и глобальном уровнях. Субтитры создавал DimaTorzok